Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, телеканал Архейс 24 начинает трансляцию пасхального богослужения. Для того, чтобы происходящее было понятно и максимально доступно, я, Анна Лохвицкая и мои коллеги, большая информационная группа телеканала Архейс 24 во главе с главным режиссером Асиэт Мамаевой, постараемся кратко разъяснять то, что происходит сейчас в храме. Мы постараемся сделать это так, чтобы не помешать вам духовными очами зреть чудо Воскресения Христова. Традиция проведения прямых трансляций с пасхальных богослужений была заложена в год основания телеканала Архейс 24, а это был 2014 год. Это уже 11-я прямая трансляция. Ранее мы вели их из архиерийского подворья, собора Николая Чудотворца в Черкесске, из Покровского храма в республиканской столице и храма Сергия Радонежского в Черкесске. Сегодня трансляцию богослужения мы ведем из Покровского храма города Черкеска и возглавит праздничное богослужение благочины Северного Карачаева Черкесского, благочине Пятигорской и Черкесской епархии Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма Черкеска, протаерей Александр Нартов. Руководит церковным хором регент Матушка Елена Нартова. Пасха – это самый ожидаемый, самый радостный день в году для всех христиан. Событие, которому посвящен праздник, – это основа веры. Воскресение Христово изменило ход мировой истории и открыло человеку путь в Царствие Небесное. Масштаб этого события столь велик, что даже люди, далекие от Церкви, в пасхальные дни ощущают особую радость и надежду, а верующие начинают отсчитывать, сколько осталось дней до Пасхи задолго до ее наступления. Светлый праздник всегда предваряет 48 дней поста, самого строгого и самого длинного в году. Во время него православные христиане берут на себя определенные ограничения. Не только в еде и развлечениях. Они стараются уделять больше внимания своей внутренней жизни, своей душе, участвовать в богослужебной жизни Церкви, чтобы вместе с ней шаг за шагом проходить путь к Пасхе. Пасхальные богослужения пройдут в эту ночь во всех православных церквях нашей страны и не только. Они начинаются вечером в субботу. Ошибиться со временем ночной службы невозможно. Крестный ход практически во всех храмах совершается в полночь по уместному времени, а в некоторых храмах чуть раньше, в 23.45. Перед этим читаются деяния апостолов. Около половины 12-го служится полуношница. После крестного хода начнется пасхальное заутрение, по завершении которой служится и божественная литургия. Пасхальные богослужения не похожи на другие службы года. Царские врата будут открыты, храм ярко освящен. На светильниках будет праздничное красное облачение. Почти все тексты службы будут не читаться, а пропиваться. В каждом действии, в каждом слове, в каждой детали пасхального богослужения радость о воскресшем Христе и о его великой победе над смертью. Пасхальные богослужения будут проходить во всех храмах, но, конечно же, есть те, кто по тем или иным непреодолимым причинам, например, работа, болезнь, маленькие дети, не смогут попасть в храм на ночное богослужение. Именно для них мы и ведем нашу прямую трансляцию. Хочется отметить, что патриарх Кирилл традиционно возглавит пасхальное богослужение в главном храме нашей страны, в храме Христа Спасителя. Служба из главного собора Русской Православной Церкви также будет транслироваться по центральным телеканалам, но оригинальные телеканалы, в том числе и наш телеканал Архиз-24, проведет прямые трансляции из своих храмов. Так что выносили больных на улице и полагали на постели и кровати, дабы, хотя тень проходящего Петра, осудила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись всем. Первосвященник же и с ними все, пребрежавшие в еле Сесудейской, исполнили зависть и наложили руки свои на постелок и заключили их народную темницу. Но ангел Господь и ночью отворил двери темницы и, выбитя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Они, выслужав, вошли утром в храм и улучшили между тем первосвященникам, и которые с ним придя, созвали Синедрион и всех старейших из сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «В темницу мы нашли, запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями». Чарующая душу предвкушения пасхальной ночи охватывает нас уже на богослужении Великой Субботы. Наши чувства в этот скорбно-радостный день несоизмеримы с чувствами апостолов, пребывающих в страшном для них субботнем покое, отчаянии и утраченных надежд, а потому не готовившихся ко встрече со своим несчастным учителем, чье истерзанное тело навсегда, как им тогда казалось, замуровано во мраке смерти, каменной гробницы Иосифа Аримофейского. Об этой ночи изменивший ход мировой истории знают все. Мы готовимся к ней заранее, но каждый раз переживаем полуночное откровение заново. К этому невозможно привыкнуть, так долго тянется день. Спускаются сумерки, и люди начинают наполняться каким-то особенным, торжественным настроением. Ждут для себя откровения, которое разъяснило бы им смысл жизни, наполненной страданий и явной несправедливости. Поздним вечером храмы еще полутемные. Совсем недавно черные пелены напоминали о скорбных днях страстной недели. Площаница пока лежит на своем месте. Перед ней вознаменование новой жизни, купленной кровью Спасителя, читается книга «Деяний апостольских», повествующая о первых шагах Церкви Христовой по Вселенной. Православная Пасха в 2024 году отмечается 5 мая. К этому радостному моменту вел семинедельный путь Великого Поста. Последний и самый важный его отрезок – Страстная Седмица. По сути, это уже не Великий Пост, а отдельный особый период, который был посвящен последним дням земной жизни Христа. Верующие через богослужебную жизнь Церкви в эти дни становились сопричастниками великих событий двухтысячелетней давности. И в эту Великую Субботу, когда верующие приходят в храмы, чтобы похлониться лежащему во гробе Спасителю, в воздухе уже как будто ощущается отзвук слов, которые разнесутся совсем скоро по всему миру в эту ночь. В храмах будут освещать пасхальные угощения, крашеные яйца, куличи и творожные пасхи. Это кулинарные символы праздника, они тоже создают особое настроение. А в середине дня, в субботу, происходили важные события, за которыми наблюдали верующие со всего мира. Они происходили в Иерусалиме. Именно в канун православной Пасхи в храме Гроба Господня происходит настоящее чудо. Это схождение благодатного огня. Это в первую очередь богослужение православной церкви, но в нем, что важно, также принимают участие и представители других церквей, в частности армянской. В самом храме собираются представители разных конфессий и даже других религий. Ну а ежегодное схождение благодатного огня символизирует торжество веры. В ночь, в эту ночь, в православных крамах будет совершаться праздничная служба. Перед ее началом, вот в эти минуты, читаются деяния святых апостолов. Затем начнется полуношница, во время которой плащаницу, это иконописное изображение Христа, во гробе унесут в алтарь. Далее, около полуночи, нас ждет крестный ход, но многие люди, даже редко бывающие в церкви, приходят именно к этому времени. Верующие с пением и горящими святчами, подобно женам мироносцам, пришедшему к гробу Господню, обойдут храм, а затем зазвучат, наконец, долгожданные слова у вести, что Христос воскрес. Они представили предапостолами Исии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и чисто учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились в вере. А Степан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из, как называемые, синагоги, либертинцев, и тереницев, и александрийцев, и некоторые из гильки Иосии вступили в спорство Степана, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. И тогда научили они некоторое сказать. Друзья, хочется рассказать, почему Пасха празднуется в разные даты. Пасха – это главный христианский праздник, и, конечно же, хочется и важно напомнить, что в этот день вспоминаем чудо воскресения Иисуса Христа. В этом году праздник выпадает на 5 мая. Католическая же Пасха в этом году уже случилась, ее отпраздновали 31 марта. Пасха относится к переходящим или скользящим праздникам, то есть каждый год дата меняется. Правила, как рассчитывать дату Светлого Христового Воскресения, установили еще на Первом Вселенском соборе в городе Никеи в 325 году. Расчет точной даты Пасхи сложный, и он напрямую зависит от солнечного и лунного календарей. На Никейском соборе постановили, что праздник нужно отмечать в первое воскресенье после наступления полнолуния, которое приходится на период после весеннего равноденствия, а это 21 марта. Поэтому дата Пасхи приходится на период между 4 апреля и 8 мая. Так как Светлое Христово Воскресение – одно из главных и наиболее почитаемых событий в христианстве, именно от этой даты зависят и остальные скользящие события. Например, Великий пост, подготовка к Пасхе, начинается за 7 недель до праздника. Но в этом году православных верующих пост длился с 18 марта и завершился 4 мая. Я сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они будут и будут служить мне на всем месте. И дал им совет обрезать. Отдельно хотелось бы поговорить о Великом посте. В современном мире у верующих не всегда есть возможность поститься строго по уставу. Но каждый человек сам знает и оценивает свои жизненные реалии и, в идеале, посоветовавшись со своим духовником, определяет свою меру воздержания. Стоит только не забывать, совет священномученика Игнатия Богоносца, он говорил, что «четыридесятница не пренебрегайте, она составляет подражание житейству Христову». 40 дней поста были установлены в память о том посте, который хранил сам Спаситель, удалявшись в пустыню перед выходом на проповедь. Для его последователей это часть Великого поста время для того, чтобы через покаяние, через молитву и через воздержание подготовиться к самому важному периоду – к Страстной Седмице. Ну а на последние недели перед Пасхой пост соблюдался с особой строгостью, а все внимание верующих было сосредоточено на воспоминании о последних днях земной жизни Спасителя. Тем не менее, на протяжении всего поста нужно питаться так, чтобы не навредить здоровью, чтобы были силы и на исполнение ежедневных обязанностей, и, конечно же, дополнительно на молитву. Важнее постного меню другое, чтобы у человека было стремление вести борьбу с собственными грехами и страстями, учиться сдержанности и покорению своих желаний. Кроме того, стоит вспомнить слова блаженного Августина, которые напоминают, что пост позволяет отвлечься от суеты, задуматься о Боге и уделить, наконец, время своей душе. Он говорил, что каждый в земной жизни должен творить милостыню, воздыхать о грехах и проливать слезы. Но если в этом нам часто мешают прелести мира, то, по крайней мере, в дни поста исполним сердца наши сладости закона Божьего. И вступился и отмстил ему оскорбленного паразита гептянина. Он подумал по твоему, братья его, что Бог рукой его дает для спасения, но они не поняли. Аминь. В праздник обратились. В праздник. В праздник. Начнем богослужение. Сегодня богослужение, как и всегда, на Пасху начинается с полуношницы. Мы начнем с полуношницы и занесем святую плащаницу в алтарь. После этого начнем готовиться к крестному ходу, к крестный ход, пасхальное заутреннее и божественная литургия. Итак, друзья, отец Александр только что обратился к молящимся в храме. Он рассказал о том, как будет проходить праздничное богослужение. И в эти минуты начинается полуношница. Наполненный народом полутемный храм. Большие люстры выключены. Перед закрытыми царскими вратами на Амвоне стоит большая подставка в виде гробницы. На ней лежит плащаница. Это украшенный вышитый плац с изображением Христа, лежащего во гробе. Священник в белых одеждах начинает особое богослужение по луношницу. Она будет перемежаться негромким пением хора. Ее основная часть – это чтение священникам канона Великой Субботы, который повествует о погребении Христа. В конце чтения вокруг плащаницы будут кодить и на словах «Восстану Бог» и «Прославлюся» через открытые царские врата плащаницу занесут в алтарь. Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресны и во веки веков. Аминь, Господи, помилуй, 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 и щедрот твоих очисти беззакония мои на и почем имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя яко беззакония мои а знаю грех мой предо мной есть войну тебе единому согреших лукавая при тобою сотворих яко доправдившись обо слове всех твоих и победившим никогда судить идти сева в беззаконних зачат есть и во грех всех родимя мати моя сиба истину возлюбилась и безвестной тайной премудрости твоей я явил меси окропиши месопом очищуся умыши мя и почеснега убелюся слуху моему дать и радости веселья возрадуется кости смиренные отвратилице твой от грех моих и вся беззакония моего очисти сердце чисто содержди во мне божий дух право обнови во утробе моей не отвержи меня от лица твоего духа твоего святаго не от имя отмене воздашь мне радость спасения твоего и духом владычным утверди мя научу беззаконной путем твоим и нечестивее к тебе обратятся избавим от крови и боже боже спасение моего возрадуется язык мы правде твоей господи уснем и отверзившие уста мои возвестят хвалу твою я кащу бы восхотелось и жертвы дал бы их оба всесожжение неблаговолейший жертва богу дух сокрушен сердце сокрушенно и смиренно бог не уничижит ублажи господи благоволением твоим сиона и досязи ждут со стены иерусалимские тогда благоволишь и жертву правды возношение всесожигаемая тогда возложат на алтарь твой тельцы волною морскую скрывшого древле гонителем учителя под землею скрыша спасенных от родцев но но а а а и и и и и и и и наш слава тебе господи боже мой исходное пение надгробную тебе песнь воспою погребением твоим жизни мои и пятьдесят дают время и им в и и и tem и и С шелоси в нижней земли, от тебе бы не скрыся состав мой и жива Адаме, И погребен и с тлевшими обновляюши человека любче. Тебе на водах повесившего всю землю неодержимо, Тварь, видевши налогнем письма, Ужал со многим содрогавшеся. Дни свят разведи, Господи, взывающий. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Образы погребения Твоего показал Иси, Видение умножив, ныне же сокровенная Твоя, Богомужно уяснил Иси, Исущим в Ааде, Владыка, Не свят разве Тебе, Господи, взывающий. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Простерл Иси длани, и соединил Иси древле расстоящиеся, Одеянием же спасе, ежев плащеницы и во гробе, Окованное разрешил Иси, Не свят разве Тебе, Господи, взывающий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне присно и во веки веков, аминь, Гробом и печатьми невместими содержим был Иси хотеньем, Ибо силу Твою действуй показал Иси, Богодейственно поющим, Не свят разве Тебе, Господи, человеколюбче. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Гроб Твой спаси, войне стригующие, Мертвее от облистания, явшегося, Ангела Быша, проповедующая, Жена Воскресения, Тебе славим, И потребителя Тебе, Припадаем воскресшему из гроба, Единому Богу нашему, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне присно и во веки веков, аминь, Гроб Твой спаси, войне стригующие, Мертвее от облистания, явшегося, Ангела Быша, проповедующая, Жена Воскресения, Тебе славим, Тли потребителя Тебе, Припадаем воскресшему из гроба, Единому Богу нашему. На кресте Твое божественное истощание, Провидя в оком, Ужеся в опиаше, Ты сильных пресекл, Еси, державу в лаже, Приобщаясь о сущем воде, Ягод все силе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Седьмый день днесь осветил Еси, Его же древле благословилось и упокоением дел, Приводиши, Бо, всяческая и обновляюши, Субботствуя, спаси, Мои, назидая, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Силою лучшего, победившего Тебе, От плоти душа Твоя разделися, Растерзающий, Бо, обаяузы, Смерти и ада, слове державою Твоею, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне пресно и вовеки веков, аминь. От слови сред Тя огорчися, Человека зря обожена, Уязвлена ранами, И всесильно детеля Страшным же зраком погибе. Богоявление Твое во Христе К нам, милостивно, вышаво, Исайя свет видит, не вечерний, Из ночи утреннего, взывавши, Воскреснут мертвые, И восстанут сучьи в ограбе, И все земнородние возрадуются. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Новотвориши земные создателю, Перстен быв, И плащаницы, и гроб являют, Ежи в Тебе слове таинство, Благообразный, Бо, советник Тебе, Родшаго совет образует, В Тебе велелепно новотворящий гомя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Смертью смертное, Погребением тленное прилагаешь, И нетленно твориши, Бо, Боголепно, бессмертно, Творя приятие, Плодьба Твоя истление не видя, Владыка, ниже душа Твоя в аде Страннолепно оставлена бысть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, И во веки веков, аминь. Из небрачное прошед, И прободен в ребра садетелю мой, Из нея садел, И си обновление, Е вино, Адам быв, Уснув по очистиства, Сном естественным, И жизнь воздвигнув от сна, И тление яка всесилен. Яд быства не удержат Персих китовых, И лада твой вообраз нася, Страдавшего и погребенью, Давшегося, Яка чертога, От зверя и зыде, Приглашавше же господи, Хранящий, Суетная и ложная, Милость сию оставили я стену. Слава тебе, Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Биен был, Но не разделился и си слове, И я же причастился и си плоти, Ащи бои разорися твой храм во время страсти, Но и так и един без состав божества и плоти твои я, Ваба их бо един и си сын, Слово Божие, Бог и человек, Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Человека убийственно, Но не Бога убийственно, Бысь при грешении Адамово, Ащи бои пострада твои, А плоти перстное существо, Но божество бесстрастно прибысть, Тленное же твое на нетление приложил и си, И нетленная жизнь не показал и си источник воскресения, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне присно и во веки веково, аминь, Царствует Ад, Но не вечную, Это над родом человеческим, Ты бы положися во гробе, Держав не живоначальную дланью, Смерть и ключи разверглайся, И проповедал и си от века там о спящем избавление неложное, Быв спаси мертвым первенец, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне присно и во веки веково, аминь, Бездну заключив и мертв зрится, И с мирною плащеницу обвився, Во гробе полагается, Эко смертный, бессмертный, Жены же приидоша помазать и его миром, Плачущая горькая, вопиющая сия, Суббота есть приблагословенная, В ней же Христос уснув, Воскреснет тридневен. Неизреченное чудо пищи избавивый, Преподобные от руки и спламене, Во гробе мерн бездыханин полагается, Во спасение нас поющих, Избавителю Боже благословисти. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Уязвися ад, в сердце прием, Уязвенно гакопием в ребра, И воздыхание воздыхает огнем божественным, Иждевая, во спасение нас поющих, Избавителю Боже благословен еси, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Богат гроб, в себе боприим, Яко спяща садетеля, Жизни божественное сокровище показася, Во спасение нас поющих, Избавителю Боже благословен еси, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Законом умерших, ежево гробе положение, Всех приемлет жизнь, не сего источника показывает восстание, во спасение нас поющих, избавителю Божию благословен Еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно и вовеки веков, аминь, едино бяше неразлучное, ежево Аде и во гробе и во Эдеме, Божество Христово с Отцем и Духом, во спасение нас поющих, избавителю Божию благословен Еси. ПЕСНЯ 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 Я, как Бог, верою и любовью Тя величающая. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! С ранним Твоем Рождестве, болезней избежавшей по очистисту, Ублажився безначальне, Сыне, ныне же Тя, Боже мой, бездыханно, зрящий, мертво, Оружием печали растерзаюся, люте, но воскресни, Я, когда возвеличуся, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Земля покрывает тем мягко тяще, но устрашаются адовы вратницы, Одея, навидящая одеждью окровавленную, мать и отмщения, Враги Бог крестом поразив, яка Бог, воскресну, паке, и возвеличу Тя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и вовеки веков, аминь! Да радуется тварь, да выселятся всеземнородние, враг Бог, пленися, ад! С мир жены досретают Адама Саевою, избавляю всеродно, и в третий день воскресну! Не рыдай мне, мать, зрячая во гробе, Бегу, живу, чреве, весенне, зачалаясь и сына, Восстану, бои, прославлюся, И вознесу со славою непрестанная, как Бог, Верою и любовью тя верю... Друзья, ну мы видим, что плащаница занесена в алтарь, Хочется немножечко рассказать о ней, Что термин плащаница появился в русских богослужебных книгах в конце XVI века. Плащаница – это, по сути, икона, Которая изображает спасителя, лежащего во гробе. Обычно это небольшой плат, кусок ткани, На котором написан или вышит образ положенного во гроб спасителя. Вынос плащаницы и чин погребения – это два важнейших момента богослужения, Которые совершаются в Великую Пятницу Страстной Седмицы, А Великая Пятница – самый скорбный день в церковном календаре для всего христианского мира. В этот день мы вспоминали крестные страдания и смерть Иисуса Христа. Вынос плащаницы совершался днем в пятницу на вечерней Великой Субботы, В третий час дня – Страстной Пятницы и в час смерти Иисуса Христа на кресте. То есть обычно служба начинается в 14 часов. Плащаницу выносили из алтаря и устанавливали в центре храма в условном гробе, На возвышении, украшенном цветами и умощенном благовониями в знак скорби о смерти Христа. На середину плащаницы клали Евангелие. Утренняя Великой Субботы с чином погребения обычно ослужилась в пятницу вечером. Плащаницы в этом богослужении отводится роль, которую в других случаях имеет икона праздника. Утренняя начинается как надгробная служба, поют погребальные тропари, совершаются кождение. После песнопения 118-го псалма и прославления Святой Троицы храм освящают, Затем провозглашается весть о женах-мироносицах, пришедших ко гробу. Это первая, пока не громкая, потому что весть Спаситель еще во гробе, облагая весть все-таки о воскресении Христовом. Совсем скоро верующие совершат крестный ход. Плащаница уже в алтаре, ведется приготовление к крестному ходу. Плащаницу поднесли к царским вратам, ей поклонились верующие, и там она будет дальше находиться. Перед пасхальной утренней, во время полуношницы, плащаницу унесли в алтарь и положили на престол. Там она будет находиться до отдания Пасхи. Господи, помилуй, благослови. Падобных и богоносных отец наших и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Полуношница закончилась. Совсем скоро верующие выйдут на улицу для того, чтобы совершить крестный ход вокруг храма. Ну и вот уже завершаются последние приготовления. Хочется отметить, что сегодня дождливая погода в Черкесске, но ничто не помешает верующим встретить светлое Христово воскресенье, совершить крестный ход, даже небольшой дождик. Действительно, праздник ожидаемый, важный, и Пасха будет. Верующие выстраиваются, готовятся к крестному ходу, выносят знамена церкви, крест, помогают в богослужении традиционно казаки. Они вносят большую, важную роль в духовную жизнь в этом храме. Ну и хочется рассказать, что храм, из которого мы ведем нашу прямую трансляцию, достаточно древний, любимый и намоленный, что называется. Сама станица Баталпашинская, ныне Черкесск, была основана почти 200 лет назад, как раз-таки казаками Хаперского полка по указанию генерала Алексея Петровича Ермолова. Это было в 1825 году, и в следующем году республиканская столица отметит свое 200-летие. Ну и тогда сразу казаки станицы в Равсколесской, переселяясь в новообразованную станицу, в 1827 году перевезли в Баталпашинскую свой Николаевский молитвенный дом. В силу целого ряда затруднений строительство храма затягивалось. В итоге хаперцы построили свою церковь лишь в 1843 году, которую осветили в честь святителя Николая Чудотворца. Изящный и неординарный храм построили из тесанных дубовых бревен на каменном фундаменте. Крестообразный храм украшала колокольни, а также с трех сторон каменные крыльца с четырьмя колоннами. В 1876 году по распоряжению императора церковь была переименована в Соборную, а в 1901 году рядом с Древянной церковью построили новый каменный Николаевский собор. В силу этого старый храм с благоговением разобрали и перенесли в южную часть города, где он и стоит на сегодняшний день. Собранная церковь была освящена 9 ноября или 27 октября по старому стилю в 1902 году в честь покрова Пресвятой Богородицы. Новое наименование храма связано с тем, что первые поселенцы зашли в станицу Баталпашинскую как раз таки в праздник покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1825 года. Эта дата в течение долгих лет и являлась официальным днем основания станицы Баталпашинской. Сегодня в храме огромное множество святынь. Есть, к примеру, Иверская икона Божьей Матери. Она написана в 1904 году в Новоафонском Симоноканонитском монастыре в Абхазии. Есть икона Божьей Матери, достойная есть. Она написана в начале 20 века в русском скиту святителя Николая Чудотворца, называемом Белозерка на Святой горе Афон. Также в храме хранятся мощи святителя Николая Чудотворца, которые были переданы сюда в 2000 году архимандритом Матвеем из Троицы Сергиевой Лаври. Воскресенье Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесе, И нас на земле сподоби, Чистым сердцем Тебе славите. Ну что, друзья, важная составляющая часть пасхального богослужения – это крестный ход. После небольшой паузы зажжения свечей, священнослужители в алтаре при закрытых вратах и занавесе иконостаса трижды пропели стихиру «Воскресенье Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесе, И нас на земле сподоби, Чистым сердцем Тебе славите». Совершилось троекратное окождение в алтаре вокруг престола, и мы его не видели, но слышали позвякивание кадила. Здесь в храме благоухания ароматного ладена. Ну и прихожане пели вместе с хором, и прямо сейчас все вышли на крестный ход. Впереди священников идут заранее приготовившиеся прихожане, и алтарники, они несут особый фонарь. За ним, за престольный крест, за престольный образ Божьей Матери, далее попарно несут хоругви. Далее идут певцы, священоносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами, а за ними священники. Несут, конечно же, Евангелие и икону Воскресения. Завершает шествие настоятель храма с пасхальным тресвечником и крестом в левой руке. Вот в таком порядке они пройдут вокруг храма и придут ко входу, который называется притвор. Это входные западные двери уже специально закроют. Те, кто унесут святыни, остановятся около двери лицом к западу. Пока мы слышим трезвон, ну а настоятель храма скоро поднимет кадила, совершит кождение и прославит Святую Троицу. И совсем скоро мы слышим главное песнопение праздника – тропарь Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. То есть Христос восстал из мертвых, своей смертью он победил смерть, и пребывающим в могилах подарил жизнь. Им будет вторить хор. Затем священнослужители споют особые стихи. Мы их услышим в начале каждого богослужения, иногда даже в других местах службы. Это будет пасхальное начало. Ну а пока продолжается крестный ход, хотелось бы поговорить о том, насколько важно отстоять пасхальное богослужение. Пасхальное богослужение нужно не просто отстоять, а прожить и прочувствовать. Ведь Пасха – главное событие в церковной жизни. Это основа всего христианского вероисповедания. В эту святую ночь, как говорится в огласительном слове Иоанна Златоуста, Христос призывает прийти к нему всех постившихся и непостившихся, воздержанных и нерадивых. Пасхальное богослужение будет все наполнено радостью о воскресшем Христе. И когда мы будем вслушиваться в звучащие слова, мы вникнем в смысл происходящего, то, конечно же, невозможно будет остаться непричастными. Конечно же, бывают обстоятельства, которые не позволяют оказаться в пасхальную ночь в храме или достоять до конца богослужения, но и тогда не стоит отчаиваться. Вся светлая седмица будет восприниматься церковью как один праздничный день, и богослужения во все дни будут особые, пасхальные. Во многом они будут повторять ночную службу, а по вечерам будет петься пасхальный канон, утром будут звучать часы Пасхи, а литургия будет служиться так же, как и в пасхальную ночь, только читаются другие отрывки из Евангелия. Слово огласительное не звучит, а окрестный ход, праздничный, радостный, он происходит после литургии. Важно, что в пасхальную ночь и в следующие светлые дни нужно бывать в храме, потому что встречу с воскресшим Христом не заменит ни праздничное застолье, ни развлекательная программа. Ощутить всю полноту праздника вдали от Бога невозможно. И как в дни Страстной Седмицы, конечно же, важно разделить его страдания, так теперь и верующие идут в храм, чтобы разделить с ним и радость. Итак, друзья, завершается крестный ход, и совсем скоро мы услышим тропарь Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Ну что, друзья, участники крестного хода остановились около дверей лицом к западу, трезвон прекратился, а настоятель храма, отец Александр, поднял кадила и совершает откаждение, прославляя Святую Троицу. Священнослужители и верующие трижды споют главное песнопение праздника, тропарь Пасхи, им будет вторить и хор, затем прозвучат особые стихи. Мы их далее будем также слышать. Да воскреснет Бог, и расточатся в разе Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, да только погибнут грешницы от лица Божьей, а праведницы, да, возвеселятся. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Ну что, друзья, мы услышали заветные слова «Христос воскресе воистину воскресе». Верующие как можно громче стараются ответить воистину воскресе. В этот момент важно не бояться, не молчать. Это ночь особой радости. Это пасхальная ночь. Совсем скоро отвергнутся церковные двери, и крестный вход войдет в храм, как когда-то жены мироносицы вошли в Иерусалим возвестить ученикам о воскрешении Господа. А пока расскажу о том, что слово жены мироносицы слышали наверняка все, но почему-то эти женщины навсегда, конечно же, запечатлели свои имена в памяти верующих. Что именно они совершили, сколько их было, об этом знают немногие. Совсем скоро, через две недели после Пасхи, будет отмечаться день жены мироносицы. Это православный женский день, но об этом немножечко позже. Пока мы ждем завершения крестного хода, и уже сейчас отворятся двери, и верующие войдут в храм. Как я выше говорила, что даже небольшой дождь не помешает верующим совершить крестный ход. Это своеобразный символ. Путь к вере, путь к храму. И совершая крестный ход, верующие, конечно же, выказывают свою сопричастность. И прямо сейчас мы видим это собственными глазами. Несмотря на дождь, сотни верующих ждут чудо воскресения Христова. Ну что, друзья, мы видим, что процессия входит в храм, зажигается ярко свет, Пасха настала. Прямо сейчас продолжится богослужение. Мы слышим тропарь вновь и вновь. Песня. Ну что, друзья, отверзлись церковные двери, и крестный вход вошел в храм, как когда-то жены-мироносицы вошли в Иерусалим возвестить ученикам о воскресении Господа, храм наполнился светом всех светильников, и начинается светлое пасхальное заутреннее, то есть утренняя, которая началась задолго до рассвета. По входу в храм произносится «Великая» или «Мирная иктинья», это протяженное моление, «Великая» она называется по большому числу в ней прошений. Центральное место в храме занимает икона праздника, икона воскресения Христова, она празднично украшена цветами, и верующие, завершившие крестный ход, возвращаются в храм, занимают свои места. Да, я уже сказала, что начинается светлое пасхальное заутреннее. Вообще Пасха – это праздник победы над смертью. Слово «Пасха» происходит от еврейского писак, что означает «перешагнуть» или «перейти», «пройти мимо». Ну и праздник важный. Мы радуемся об освобождении воскресения нашего Спасителя, и, конечно же, песнопения этой праздничной службы будут теперь совсем иными праздничными. Пасха наступила. Пасха 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 Иисусе во грани жилоб, умрали. Христос, воскресе, репетельный святой, Иисусе во грани жилобу. Христос, воскресе, смертный смертью, зверхом прав. Иисусе во грани жилоб, умрали. Паки, паки, миром Господом помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. сохрани нас боже твоей благодатью и святую причистую преблагословенную славную владычицу нашу богородицу и преснодеву марию со всеми святыми помянувшись сами себе и друг друга и весь живот наш христу богу предадим яка твоя держава и твои из царства и силой слава отца и на и святого духа ныне и пресно и во веки веков аминь 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Златоуста читается в храме во время ночной праздничной службы перед началом литургии и после пасхального канона. Таким образом, церковь признает это слово единственным полностью выражающим смысл праздника. Настолько оно полно, что без него немыслима и пасхальная служба. И настолько точно, по церковной традиции, отменяется обычная пастырская проповедь в этот день, что является признанием того, что добавить уже нечего и невозможно. Пасху и же во святых Отца нашего святителя Иоанна Златоуста. Кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, тот пусть, радуясь, войдет в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, тот пусть возьмет ныне динарий. Кто работает с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть с благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоит, ибо ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свое промедление, ибо щедрый владыка принимает и последнего, как первого. Успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и о первом печется. И тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. И так все, войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержанные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, напишитесь все. Терец велик, никто пусть не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиршеством веры. Все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедшего ад. Огорчил того, кто коснулся в плоти его. Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул. Ад, говорит он, огорчись сред тя доля. Он огорчился, ибо стал праздным. Огорчился, ибо посрамлен. Огорчился, ибо умершлен. Огорчился, ибо не зложен. Огорчился, ибо связан. Он взял тело и нашел в нем Бога. Взял землю и увидел в ней небо. Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Где эти смерти жало, где эти аде победа? Воскрес Христос, и ты не зложился. Воскрес Христос, и палить бесы. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и водворяется жизнь. Воскрес Христос, и мертвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, начаток умершим бысть. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Пасхальное послание всем верным чадам Русской Православной Церкви. Дорогие братья и сестры, в нынешний праздник праздников и торжество из торжеств, которое, по слову святителя Григория Богослова, столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды. С великой радостью обращаю к вам древнее и вечно новое, всем привычное и в то же время неизменно окрыляющее наши сердца приветствие. Христос, воскресе! В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность. Небо, земля и даже преисподняя исполняются света, видимый и невидимый мир празднуют, ибо восстал Христос, веселье вечное поется в песнопении праздника. В восстание из гроба Спасителя прилагает смерть в бессмертие, печаль в радость, обреченность в надежду. На кресте и в воскресенье нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви. Осознание этой всепобеждающей любви Божией побуждает нас к благодарности Создателю и дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства, возвышает над суетой повседневности, помогает исправить прежние ошибки и разрушает уныние, препятствующие нам полноценно жить и духовно развиваться. Нередко люди поддаются лукавым помыслам о том, что зло господствует и торжествует, а добро представляется незаметным и слабым. Наш разум сомневается в силе совершенного Христом искупления, когда видит вокруг смерть близких, слышит о вечных мучениях для грешников со страниц Евангелия и наблюдает за миром, лежащим во зле. Но Церковь Божия на протяжении тысячелетий убедительно свидетельствует, «Спаситель победил грех, истребил смерть и опустошил ад». Христос одолел неизбежность смерти и всеобщность зла, и мы смотрим на их поражение глазами веры уже из жизни будущего века с пасхальной высоты. А посему, возлюбленные братья и сестры, по слову апостола, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, и пусть праздник воскресения Господа Иисуса будет неизменным напоминанием об этих неложных божественных обещаниях, дающих нам надежду и силы в самых сложных обстоятельствах. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе победившим грех, смерть и всякую неправду. Будем же праздновать Пасху Господню, чистотой жизни, благонравием и добрыми делами, как говорит святитель Афанасий Великий, дабы преображаясь в нового человека во Христе и служа Богу живому и истинному, ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Пасхальное послание архиепископа Пятигорского и черкесского Феофилакта. Дорогие братья и сестры, моя любимая паства, Христос воскресе! В воскресе воскресе! Два слова, воплощающие пасхальную радость, которые мы столько раз повторяем и слышим в эти дни, так просты, и в них кроется бесконечная простота самого Бога и Его Отцовской любви к каждому из нас. Ради этой любви Сын Божий воплотился, поднялся на крест, умер, победил смерть и воскрес. Господь и Спаситель Христос в простоте подарил нам Себя и сделал нас Своими друзьями, призвав к наследию вечной жизни. Святая Церковь учит нас, что Бог – существо простое. Святитель Григорий Палама пишет, он не только прост, но прост в простоте своей и един в единстве своем. Посмотрим на детей, которых сегодня немало в наших храмах, как все у них просто. В ребенке дышит простота сердца, чистота ума и нет надуманных сложностей. Обиды забываются через мгновение, слезы быстро высыхают на улыбающемся лице. С годами наше сердце становится непростым, потому что перестает быть чистым. Для чистых, как говорит апостол Павел, все чисто, а у человека сердцем нечистым в мыслях грязно, совесть исквернена. Все не так и ничего его не устраивает. Чистое же сердце делает и нас, и нашу жизнь проще. Немногое, сказал Христос с креста, не спорил, никому ничего не доказывал. Чистым сердцем он показал свою любовь к нам, «Сострадая о несчастном, исцеляя больных, прощая кающихся, возвращая надежду отчаявшимся». Чем мы можем ответить на его любовь? Очистив свое сердце, научиться смотреть на жизнь, как он. Если мы будем верить в отблеск света Пасхи в людях, особенно в тех, где меньше всего ожидаем его найти, тогда в нашем мире света станет чуть больше. Ведь сам Христос в своей простоте в каждом из нас видит своего сына и свою дочь. Некоторые на это могли бы возразить, сказав, «Если бы ты знал, что это за человек, знаю его, — ответил бы Христос, — это мой Адам, это моя Ева, это сын Адама и это дочь Евы, они мои дети, какими бы они ни были». И мы, когда находим образ Божий в других людях, сами становимся настоящими людьми, умеющими в других и в себе видеть лучшее. Тогда из своего сердца мы вынимаем терновые шипы страхов, сомнений, обид, ссор, желания, мести. Исцеляемся через духовный труд и жертвовную любовь к ближнему, перестаем терять силы жизни и от кровоточащих ран греха. Радость Пасхи — это свет великой надежды, которая, как ясное светлое весеннее утро, зовет нас к жизни с воскресшим Христом. Жизни, наполненной человеческим достоинством, изобильно дарящей веру, надежду и любовь всем, кто готов их принять. Желаю нам, живущим на благословенном Кавказе, долгие годы видеть радость светлой Пасхи в глазах наших родителей и учителей, наших детей, родных, друзей и соседей, прознося самые простые, включающие в себя все слова в мире. Христос воскресе! Воистину воскресе! С любовью о Христе воскресшем, архиепископ Пятигорский, черкесский, феофилакт. Светлость, огнаво, сиявши благодать, Сирена, просвети не зря, любви. Ну что, братья и сестры, только что прозвучало гласительное слово Иоанна Златоуста. Далее мы услышали пасхальное поздравление и послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Пятигорского и черкесского феофилакта. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв, даже в гробе. Ибо Христос, восстав из гроба, первый восстал из умерших, показав нам путь. Ему слава и его могущество во веки веков. Аминь. Друзья, ну а у нас завершается очередная часть пасхального богослужения. Скоро начнется литургия, за которой можно будет услышать чтение Евангелия и даже иногда в разных храмах. Это делается на разных языках. На славянском, на русском, на древних языках, на которых распространялась апостольская проповедь. На греческом, латинском, на языках народов, наиболее известных в данной местности. Кстати, Евангелие переведено и на языки народов Северного Кавказа. И в ряде храмов Северного Кавказа Евангелие звучит и на привычных местных народностях языках. Благослови, 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 Христос, Бог наш всегда, Сынью и Пистос, и во веки веков. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан, во век веков. Весен, из мертвых смертью смерть поправ. Пистос, и во веки веков. Благослови, 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 Христос, и во веки веков. Благослови, 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 Христос, и во веки веков. ПЕСНЯ 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 Иисуса Христа, а также в дни памяти пророков, апостолов и святителей. Голубой цвет одеяний считается цветом богородичным, и поэтому в дни празднования в честь Божьей Матери и чудотворных ее икон храмы убираются в голубое. Красный же цвет одеяний – это цвет пасхальный и мученический, это цвет крови, пролитой Христом за нас и мучениками за Христа. В праздники и дни памяти преподобных отцов священники облачаются в зеленые ризы. Зеленый цвет также используют в День Святой Троицы, в День Святого Духа и в праздник входа Господня в Иерусалим. Во время постов цвет богослужебных риз обычно темный – это темно-синий, темно-зеленый, темно-красный, а в Великий пост даже черный. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Христос воскресе Христос воскресе Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскресе Христос воскресе Аминь Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Христос воскресе Молитвами, Богородица, Спаси Спаси нас Миром Господом Господи помилуй Бог посиняю Неб Ryan и стопе ты чецу нашу богородицу о предаде державы и святого духа ныне и приистое во веки веков богородицу божи ущедрены и благословены просветили все твои на ныне и помилуй ты спаси на земле божий воскресе из мертвых поющая тени аллилуйя да познаем на земле путь твой во всех языцах спасение твое спаси на земле божие воскресе из мертвых поющая тени аллилуйя да исповедятся тебе люди да исповедятся тебе люди все спаси на земле божий воскресе из мертвых поющая тени аллилуйя 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 божий бессмертицы из воли спасения спасения в нашей вороте сам святые богородицы и пресно девы пресно девы мари непреложного человече и ся расплывися же Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! 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 ПЕСНЯ 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 В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было в начале с Богом, все через Него возникло, и без Него ничто не возникло, что возникло. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людям, и свет во тьме светит, и тьма Его не объяла. Явился человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через Него. Не был Он свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире Он был, и мир через Него возник, и мир Его не познал. К Своим пришел, и Свои Его не приняли. Всем же, кто принял Его, дал им власть стать детьми Божиими, верующими во имя Его. Которые не от крови, не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Бога были рождены. И Слово стало плотью, и обитало среди нас. И мы увидели славу Его, славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и провозглашает. Это был тот, о ком я сказал, идущий за мною впереди меня стал, потому что был прежде меня. Ибо из полноты Его мы все приняли, и благодать на благодать, потому что закон был дан через Моисея. Благодать же и истина явились через Иисуса Христа. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 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 Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 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 Слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, слава Тебе. Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Хочется отметить, что по благословению Святейшего Павла Патриарха Московского Эфсия Руси Кирилла, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, духовенства Пятигорской Черкесской епархии, прихожане, многочисленные волонтеры активно участвуют в сборе и отправке гуманитарных конвоев. Участвуют также в общицерковных сборах в помощь вынужденным переселенцам и пострадавшим. Отправляются, конечно же, гуманитарные грузы и при поддержке казачества. Это грузы и нашим военнослужащим, и мирным жителям Донбасса. Также круглый год волонтеры православных приходов помогают многодетным семьям, нуждающимся, одиноким старикам, беженцам, людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Десятки семей получают необходимые вещи. Также активно ведется сбор помощи российскому воинству, которые участвуют в специальной военной операции, а также оказывается помощь членам их семей. Напомним, что в Пятигорской Черкесской епархии также работает кризисный центр «Дом для мамы», который продолжает благотворительные акции, в том числе и в Карачаево-Черкесской республике. Также духовники окормляют военнослужащих, заключенных, посещают интернаты для престарелых и детских домов, болящих, встречаются с подрастающим поколением и педагогами, а также реализуют многочисленные социальные и просветительские проекты, работают над изданием православных и исторических изданий. Ну и, конечно же, им важно отметить огромную помощь прихожан, которые оказывают в этом благом деле. Также хочется напомнить, что светлые пасхальные дни – это время не только большой радости, но и время большого количества добрых дел. В светлые пасхальные дни многочисленные волонтеры, священники также посетят тех, кто не смог сегодня прийти на службу, тех, кто нуждается во внимании, заботе и доброте. Будут, конечно же, доставлены куличи, крашеные яйца, освященная вода в социальные учреждения нашей республики и, конечно же, большая пасхальная радость придет в каждый дом, где ее ждут. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха московского и всея Руси, и господина нашего, высокопрескоповского феофилакта, архиепископа Пятигорского и Кеского, да поменят Господь Бог во царстве своем всегда ныне пресно и во веки веков. Пятигорского и Кирилла, святейшего патриарха московского и всея Руси, и господина нашего, высокопрескопы, священский монаш, священский монаш, священский притчат церковных братьев, святого храма сего, благоукрасители, благоустроители, жертвы святого храма сего, честное казачество, всех вас православных, священство, поменят Господь Бог во царстве своем всегда ныне пресно и во веки веков. Священство, это поменят Господь Бог во царстве своем всегда ныне пресно и во веки веков. Священство, это поменят Господь, священство, 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 священ Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Исполни молитву нашу Господу. Господи помилуй! 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 Сейчас в храме время истовой молитвы и хотелось бы рассказать о том, почему так важно молиться за ближних именно в храме. Во-первых, церковное поминовение – это поминовение соборное, то есть сразу многих собравшихся людей. Об этом сказал и сам Господь. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласится на земле просить о всяком деле, то что бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Во-вторых, в храме, где для молитвы собираются верующие, невидимо присутствует и сам Бог. В храме совершается бескровная жертва – Святая Евхаристия. В Ветхом Завете люди приносили в жертву животных для очищения грехов. Спаситель отменил этот обычай и принес сам себя в жертву за грехи всего мира. Теперь в храмах совершается бескровная жертва, когда под видом хлеба и вина верующим преподаются тело и кровь Христовы. На праскомедии первая часть Турги. Но сейчас звучит символ веры. Мы невидимым же всем и невидимым, И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного, прежде всех век света, от света Бога истина, от Бога истина. Рождена, несотворена, единосущна, Отцу Им живься, Быша. Нас ради человека и нашего, ради спасения, шершего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Мои Девы, и во человечеса, распятого же заны при понтистем пилате, и страдавшая и погребенная и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящая десною Отца, и пакет грядущего со славою судите живым и мертвым, и гоже царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняема и славима, глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, Исповедую едино крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых, и жизнь будущего лета, аминь. Станем добре, станем со страхом, вон мем, святое возношение в мире приносите. Только что прозвучал символ веры, это краткое и точное изложение основ христианского вероучения. Весь символ веры состоит из 12 предложений, в каждом из них содержится особая истина, или как еще называют догмат нашей православной веры. Первая часть говорит о Боге Отце, со второго по седьмой части говорят о Боге Сыне, восьмой о Боге Духе Святом, девятая часть о церкви, десятое о крещении, одиннадцатая и двенадцатая о воскресении мертвых и о вечной жизни. Друзья, совсем скоро завершится Божественная Литургия, и завершится она, конечно же, Таинством Евхаристии. Благодарим, Господа! Достойно и праведно. Перьте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, о Санавешний 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 Ты, белый год, гроба, и верно я вас вернули. Люди, веселитесь, светися, светися, новый мир, и разумеет Слава Бога Господня на Тебе, Василия, лику, лику, и верними, и веселитесь сегодня. Ты же чистая, чистая, красуйся, Богородице, О, восстание, Рождество Твое, Бог. В первых помяни, Господи, великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Феофилакта, архиепископа Пятигорского и Черкесского, их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твоей истины. И дашь нам едиными усты, единим сердцем, славить и воспевать и причесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки веков. И да будут милости великого Бога и спас нашего Иисуса Христа со всеми Вами. И за Духом троим. И за святые поминувшие Паки, Паки, мира Господу помолимся. Господи помолимся. О, предеседных, отечеяных, честных, дырек, Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Подай, Господи! 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 исповеди, и, конечно же, таинство причастия без таинства исповеди невозможно. Исповедь будет общая, и она начнется прямо сейчас. В эти минуты в храме проходит общая исповедь. Собравшиеся, молящиеся, верующие каются в своих грехах и готовятся к таинству Евхаристии или причастия. Пасхальное богослужение завершается, и оно завершает страстную неделю. Сегодня в храме достаточно много людей, несмотря на непогоду, несмотря на дождь, ведь пасхальную службу стараются посетить даже те, кто по разным причинам редко бывает в церкви, поэтому многие стараются прийти еще к началу службы и пробыть до ее завершения. Ну и, конечно же, многие верующие стремятся именно в храме встретить светлое Христово Воскресение, чтобы вместе со своим приходом, со своей общиной услышать эти важные долгожданные слова «Христос воскрес» и ответить «Воистину воскрес». Совсем скоро начнется причастие, ну а в храмовом дворе также уже собираются верующие. Еще раз повторюсь, несмотря на достаточно холодную погоду и на дождь, верующих сегодня очень много, как, собственно, и всегда в светлые пасхальные дни. Завершается исповедь, и буквально считанные минуты остаются до начала причастия. «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, все иконы Его признали, аж и блочу свидетелей, за свидетельство при немся, и ликоречеши мне, ащи, что скрышь от меня, сугубрия пимоши, в нем либо, по нему бы пришелся во врачебницу, да и нецелен, а ты неши. Господу помоемся, Господу помоемся. Господи, 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 не рабов, противилости и щедрит, и доларки терпелия, таясь на всех словах, не хотясь в сверхнебрежниках, но я, конечно, же обратите, чтобы вы к нему сам и ныне, и делся с царапетом, называйте, вовремя, стоящих и кальчихся, подавших образ покояния, врачей, 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 всякость, и решений, вольное жилье, вовремя, при имели и соедините и святей, и в церкви, а в гости Иисусе Господи нашим. Ни в житве подавайте, жара, и корректированное и висканное и висканное и висканное и висканное. Пожалуйста, братья и сестры, кто пришел исповедаться и причаститься, кто крещенный, кто знает, что происходит, что такое причастие, оставаясь на своих местах, наклоняйте голову, раскаивайте свои согрешения, Господи Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простите, чадо, называйте свои грехи, вся согрешение Твое, и астник достойный ирей, власть мне данная, прощай, разрешай от тех веков Твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Ну что, братья и сестры, чаша со святыми дарами выносится в храм и прямо сейчас начнется причастие. Это благодатное приобщение души к жизни вечной. Напомним, что сам Господь на Тайной вечере последние трапези с учениками заповедовал своим последователям причащаться. Сын Бога жива, который в мир грешное спасти, от них же первый есть масс, ищи веруя-ка, сей самое причистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня и прости мне, пригрешение мое вольное и невольное, ежа в слове и в деле, ежа в ведении и в неведении, и с подоби меня неосужденно причаститесь, а при чистых Твоих тайн с Господи в оставление грехов моих и в жизнь вечную, аминь. В вечере Твоя тайная дней, Сыне Божий, причастникамя прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лапзания Ти дам, яка Иуда, но яка разбойник исповедую Тя, помяни мя Господи во Царстве Твоем. И да не в суд или в осуждение будет мне причащение при чистых Твоих тайн с Господи, но во исцеление души и тела, аминь. При чистых тела и крови Господа и Бога, и спаса нашего Иисуса Христа, причащаются. Анастасия, 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 восставление грехов. Очень символично, что первыми причастниками в эту светлую пасхальную ночь становятся самые маленькие прихожане нашего храма. Друзья, Господь наш Иисус Христос, прежде чем преподать Таинство Причащения, сказал, хлеб же, которым я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть пища, которую я хочу вам дать, это плоть моя, которую я хочу отдать для оживотворения всего мира. Это значит, что Божественное Причащение для верующих – это необходимая составная часть духовной жизни и жизни по Христу. Этими словами Господь указал на совершенную необходимость для всех христиан участия в Таинстве Евхаристии. Само Таинство было установлено Господом на Тайной Вечере, и Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, примите, ядите, сие есть тело мое, и, взяв чашу и, благодарив, отдал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих изливаемое поставление грехов. Как учит Святая Церковь, христианин, принимая святое причастие, таинственное соединяется со Христом, ибо в каждой частице раздробленного агнца содержится весь Христос. Неизмеримо значение Таинства Евхаристии, постижение которого превосходит наш разум. Оно зажигает в нас Христову любовь, возносит к Богу сердце, зарождает в нем добродетели, сдерживает нападение на нас темных сил, дарует силу против искушений, оживляет душу и тело, исцеляет их, дает нам силу, возвращает нас добродетели, восстанавливает в нас ту чистоту души, которая была у первородного Адама до грехопадения. Ну а в конце службы, после причащения, те, кто остались в храме, не ушедшие после крестного хода, конечно же, будут освещать особый хлеб, он напоминает громадную просфору, он называется Артас. В переводе с древнегреческого это означает хлеб, его будут всю неделю носить на окрестных ходах, разрежут и раздадут людям через неделю в субботу, как большую святыню. Вообще Артас – это такой прообраз современного кулича, если можно сказать, хлеб, который освещается всеми членами церкви, или просфора всецелая. Артас в продолжении всей Светлой Седмицы будет занимать в храме самое видное место и вместе с иконой Воскресения Господня и в заключении пасхальных торжеств он будет раздаваться верующим. О том, когда это будет в вашем приходе и в вашем храме, можно будет узнать из афиш с расписанием. Употребление Артаса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе, где они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они вспоминали тайную вечерю, причащались тела и крови Христовых и готовили обыкновенную трапезу. Они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. Подражая апостолам, первые пастыри церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб, как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни. На Артасе изображают хлеб, на котором виден только терновый венец, но нет распятого, как знамение победы Христовой над смертью или изображение Воскресения Христова. С Артасом воссоединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба, долю причистой Матери Господа и напоминание постоянного общения с ней на после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. В монастырях этот обычай носит название чин о панагии, то есть воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением Артаса. Освящается Артас, конечно же, с особой молитвой, окропляется святой водой и происходит кождение в первый день Светлой Пасхи на литургии после заомвонной молитвы. Артас полагается на солее против царских врат на уготованном столе или аналое. После освящения Артаса аналое с Артасом ставят на солее перед образом спасителя, где Артас будет лежать в течение всей светлой седмицы. Ну а далее через неделю Артас раздробят, раздадут верующим. Частицы Артаса, полученные в храме, благоговейно будут храниться верующими как духовное врачество от болезни и немощи. Артас будут употреблять в особых случаях, например, в случае болезни, но всегда со словами «Христос воскресен». «Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Восковской России и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Цветки, Лаптарки, Епископа, Петербанского и Черкесского, настоятеля братья и прихожего святого храма сего. И все православные христианы, Господи, сохрани нам многое лето. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву, и сущим во гробе живот даровава. Истинный Бог наш, молитвами причистое своей матери и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, златоустого и всех святых, помилует и спасет нас, якобы лакая человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Господу помолимся, Господи помилуй. Боже всесильный, Господи вседержителю и жиробом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта и в освобождении людей Твоих от горьких работы фараонов и Агнца закладь и повелел Ииси, прообразуя на кресте закланного волю нас, деля Агнца, в землющего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты и ныне смиренно молим Тя, призри на хлебу сия и благослови и освети их, ибо и мы раби Твои в честь и славу и в воспоминание славного воскресения того жде Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Им же от вечной работы вражия, от адовых нерушимых уст разрешения свободу и привидения улучихам пред Твоим Величеством ныне во всесветлый сей преславный и спасительный день Пасхи сей приносим. Нас же, сего приносящих и тагол обзающих, от него вкушающих Твоему небесному благословению, причастники быть и сотвори, и всякую болезнь и недуг от нас Твою силу от жени, здравия всем подавая. Ты, Боисия, источник благословения, цельбам податель, и Тебе славу воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Владыка Господи, Боже наш, зеждителю и садетелю всех, благословим млеко огустевшее, с ними же и яйца, и нас соблюди во благости Твоей. Я, когда причащающийся их Твоих независно подательных даров исполнимся, и несглаголанная Твоя благости, я, когда Твоя держава, и Твоей царство, и силой слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Призви Господи Иисусе Христе Боже наш, набраш на мяс, и освети я, якоже осветил еси Авна, яко же Тебе приведи верный Авраам, и Агнца, яко же Тебе Авель, во все плодия принесе, подобнее тельца упитанного, яко же жреть, и повелел еси, сынове Твоему заблудшему и паке к Тебе возращемуся, да яко же Той, сподобися Твоей благости, насладитесь, и освященных о Тебе, и благословенных, насладимся в пищу всех нас. Ты, боися, истинная пища, и податель благих, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благословляется, освящается Артас и Сея, благодатью Пресвятого Духа, окропление в Одессе, священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Освящается Артас и Сея, благодатью Пресвятого Духа, окропление в Одессе, священного имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Христос воскресе! В этот великий день мы с вами делимся радостью. Господь поделился с нами своей радостью, своим благом, своими дарами, великими дарами благодати Божией. И эти дары наполняют нас и сегодня, и сейчас. И вообще желательно, чтобы они всегда нас наполняли. Одна проблема. Не было бы проблемы, но есть одна проблема. Грехи наши. Если бы их не было, мы жили бы в раю, мы были бы бессмертны. Но грех нас губит и временно, и вечно. И поэтому, конечно же, человек должен стараться, мы должны все стараться каждый день идти к Богу. Так или иначе. Через молитву, через пост, через приход в храм, через покаяние, через осмысление, через какие-то вот сотни, тысячи тех вещей, которые мы можем делать. И которые нас к Богу будут приближать. Вот это надо делать каждый день. И стараться это делать. На то жизнь нам и дана. Чтобы мы учились каждый день, учились быть ближе к Богу. Не получилось, каемся. Получилось, говорим, слава тебе, Господи, слава тебе. Поэтому сегодняшний день, это день, в который вложено очень многое. Мы видим Христа перед собой, который победил не только грех, потому что он был безгрешный, но и победил смерть саму. И эту победу дарует нам. Да, действительно, так уж вышло, что все, что родилось в этом мире, должно умереть. Но то, что Бог дарует нам, не умрет никогда. Это будет новая плоть, это будет новое тело, это будет новая жизнь, наполненная тем, что Бог для нас предуготовал с самого начала, когда сотворил человека. Он же и творил его для того, чтобы человек радовался каждый день своей жизни. И поэтому мы с вами живем в этой надежде, в надежде всеобщего воскресения. Пусть Господь нам в этом поможет. Мы, конечно же, от всего сердца просим Его об этом, чтобы Он всегда был с нами, а мы для этого должны всегда быть с Ним. Сегодня очень многие причастились, я всех поздравляю с причастием. И, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом, приходите чаще. А то есть поговорка, знаете, приходит человек в храм, говорит, как не приду, у вас все время Пасха. Так часто бывает, человек приходит раз в год, и как не придет, все время Пасха. Поэтому стараться надо быть чаще, потому что Бог на самом деле по нам скучает. Если даже мы этого не понимаем часто, но мы же с вами тоже дети чьих-то родителей. И часто не понимаем их, пока у нас дети не появятся. И понимаем очень простые вещи, что родитель всегда скучает по своему ребенку. Так же, как и ребенок всегда скучает. Ну, нет, ребенок не всегда скучает. Но родитель всегда скучает. И вот Бог для нас Отец, который всегда скучает по нам, хочет нас увидеть, хочет, чтобы мы с Ним поделились своими успехами или неудачами. Поэтому не будем Бога лишать этой радости. И тогда Он нам сможет что-нибудь дать. Понимаете? Как получить наследство? Как получить наследство? Надо быть наследником. Правильно? А если отрекся от родителей от своих, ну как ты получишь наследство? Вот для Бога для нас Отец. Церковь наша Мать. Если мы отречемся от Бога, отречемся от Церкви, что мы получим? Ничего не получим. И сами на себя должны сказать, ну, сам дурак. Простите. Поэтому будем внимательны, будем верны Господу. И Господь нам воздаст. Во сто, в тысячу, многократно. Пусть Господь всем нам поможет. Еще раз. Христос воскресе, братья. В день светлого Христового воскресения мы, конечно же, желаем каждому, наши дорогие братья и сестры, и самим себе готовность этот безмерный дар принять. Светлые пасхальные дни будут наполнены не только молитвой и радостью, но и благими делами. Мы приглашаем вас присоединиться к этим важным делам. Обратитесь к священникам на вашем приходе, они обязательно расскажут, чем можно будет помочь. В эти дни святые дары, конечно же, постараются принести всем тем, кто немощен, кто болеет, кто не может прийти в храм. Конечно же, продолжатся благие волонтерские миссии. Приглашаем вас принять в них участие. Ну и, конечно же, традиционно наши пасхальные богослужения завершаются красивыми стихами и пожеланиями. Христос воскрес. Всего два слова, но благодати сколько в них. Мы неземным блаженством снова озарены в сердцах Твоих. Забыты скорби и страдания, забыты горе и нужда. Умолкли стоны и роптания, исчезли зависть и вражда. Воскрес Христос и жизнь жительствует. Пусть пасхальная радость не оставляет вас, но живет в ваших сердцах и всегда освещает вашу дорогу, даже в самые темные времена. Наша команда, команда телеканала Архейс 24, сердечно поздравляет всех верующих со светлым Христовым воскресением. Да не оставит вас Господь на вашем жизненном пути, а в мирской суете, конечно же, все мы постараемся не терять его дары, радость, утешение, надежду и веру. С праздником! Пусть радость о воскресшем Христе не оставит места для печали, неудач и обид. И пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом нашей республики и страны свет, спокойствие и надежду. С Пасхой Христовой! Христос воскресе, дорогие друзья! Мы завершаем нашу пасхальную телетрансляцию. Напомним, что она велась на телеканале Архейс 24. Благодарим всех тех, кто был с нами. До новых встреч! Христос воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok